Утро на Есея В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла В декабре каждый родитель озадачен поиском Деда Мороза и Снегурочки, ведь дети целый год ждут в гости своих любимых сказочных персонажей. Выбирая артистов, лучше обращаться в профессиональное агентство с аниматорами. Здесь вам подберут достойных сказочных персонажей, покажут портфолио актёров и напишут индивидуальный сценарий. Мы обязательно до того, как отпустим Деда Мороза на коммерческие заказы, они у нас учатся, проходят обучение, что должен уметь. И точно отсеиваются. Если мы набрали 5-6 человек, из них останется, возможно, 2. Прям смотрим, как уже подготовленный на предварительном обучении Дед Мороз чувствует себя, как он ведёт себя с детьми, как он с ними контактирует. Чтобы ребёнок поверил, что перед ним настоящие сказочные персонажи, артисты должны быть в качественно исполненных костюмах. Ведь случается порой, что ради лёгких денег недобросовестные аниматоры используют дешёвые подручные материалы. Пришёл Дед Мороз, грубо говоря, никакой. То есть в обычном красном халате, который можно купить в любом супермаркете, также самому одеться и поздравить детей, опоздал, долго ждали. Дети уже все как бы извелись, когда, когда, когда будет Дед Мороз. В общем, пришёл какой-то совсем верострёпанный Дед Мороз. И как бы дети вообще, ну, никак, просто, ну, был, был. Никакого не восторга, никаких эмоций. В первую очередь нужно обратить внимание на свой костюм, на свой внешний вид, на, не знаю, на грим, на прическу. Вот на бороду, чтоб ничего нигде не торчало, это тоже важно. Чтоб подол всегда чистенький был. Визит настоящего волшебника не может быть дешёвым. Получасовая программа в Красноярске будет стоить не меньше трёх с половиной тысяч рублей. И это до 30 декабря. В канун же Нового года, 31 числа, поздравление от дедушки и его внучки обойдётся уже в 12 тысяч рублей. Ну, а теперь обниматься, скорее, бегите. Разобрались, как пригласить сказку на дом Виктория Карлова и Дмитрий Демченко. Ох, какие обнимашки, так крепкие.